Уважаемые товарищи, Россия находится на перепутье. Как бы линной богатырь стоит она на перекрестке дорог. Одна из них ведет все дальше в капиталистическое болото к обнищанию деградации. На этом пути тонет все доброе, что создавалось ратным подвигом, трудом и талантом многих поколений нашего народа. Вторая дорога широка и светла, на ней есть простор для развития всех без исключения граждан страны, а не только кучки новоявленных господ. Эта дорога ведет в лучшее будущее, ведет к подлинному народовластию и социализму. Именно за это мужественно сражается наша партия, все народно-патриотическое движение. Чтобы Россия сделала правильный выбор, нам предстоит утроить усилия. Каждого из нас ждет большая и крайне сложная работа. Перспективность подходов КПРФ, несомненно, вы это видите. Доказать ее можно и нужно убедительными примерами и реальными делами. Именно им и посвящен наш плену. Мы говорим сегодня о народных предприятиях. Мы видим их среди тех крепких опор, которые способны помочь стране выбраться из колониальной трясины и начать строительство подлинно новой России державы справедливости и прогресса, державы достоинства и ярких побед. Уже совершенно очевидно, воровской капиталистический рынок оказался плохой средой для создания и развития экономики страны, для народных предприятий. Им очень нужна поддержка политическая, информационная, законодательная, самая разная. И мы, коммунистическая партия России, протягиваем им руку, чтобы вместе работать во имя возрождения Отечества. В конце этого года наступит скорбный юбилей четверть века предательского нарушения нашей Родины Советского Союза. В прошлом году мы часто вспоминали начало перестройки, обернувшейся многими трагедиями. 30 лет назад наших сограждан поманили привлекательным лозунгом ускорения, демократизации, гласности. На самом же деле начали рушить крепкие основы социалистической экономики и открывать шлюзы реставрации капитализма. Страну рвали на части под лживые сказки о рыночном процветании. В итоге Советский Союз был разрушен. Грохот танковых орудий в октябре 1993-го знаменовал расстрау с остатками советской власти. Одновременно растаскивался на куски уникальный народохозяйственный комплекс, гигантские предприятия гордой страны отдавались назначенным олигархам за сотые доли реальной стоимости. Вахканалия приватизации нанесла сильнейший удар по промышленности. По экономическому потенциалу мы перестали быть ведущей державой планеты, на долю которой приходилось 20% мирового промышленного производства. За годы рыночных реформ России лишилось целых отраслей. Станкостроение, сельхозмашиностроение, приборостроение, электроники и ряда других. Значительно сократилась армия квалифицированных рабочих инженеров элиты страны. Те, что остались, получают мизерную зарплату, страдают от произвола хозяев, трудятся в условиях, не отвечающим элементарным требованиям безопасности. Сами промышленные предприятия работают почти исключительно благодаря запасу прочности, оставленному наследству от великой советской эпохи. Но их оборудование неизбежно изнашивается все меньшее на производстве хорошо подготовленных специалистов. ЕГЭшное фурсенско-ливановское образование клепает кого угодно, но все меньше готовит настоящих инженеров, конструкторов и технологов. Тяжелейший удар нанесен по сельскому хозяйству. Десятки миллионов гектаров пашни зарастают чертополохом, резко снизилось поголовье скота, в том числе и домашнего. Россию завалили привозным продовольствием, зачастую скверного качества, обслуживая интересный забугорного капитала. Власть позабыла о собственном крестьянине и фермере, добровольно отказалась от продовольственной безопасности. Либерально-олигархический режим покуражился в слазь, издеваясь над народом и крушая экономический базис государства. Примеры его преступных деяний можно перечислять долго. Я не зря напомнил годовщине перестройки и разрешения Советского Союза 25-30 лет. Это немалый срок. Нашей стране под руководством Сталина и партии большевиков удалось за одно предвоенное десятилетие преодолеть экономическую осталость от Запада и выйти на второе место в мире. Индустриальный рывок и духовный взлет позволили одержать великую победу, выйти в космос, добиться ракетно-ядерного паритета, создать уникальные социальные гарантии, что было примером для всего мира. Не менее впечатляющие результаты Китая в последнего времени. Из-за гарантной страны, где большинство населения довольствовалось миской риса, поднебесная под руководством Компартии превратилась в промышленного лидера. Теперь КНР – это мировая держава, которую уважают даже вашингтонские ястребы. А все потому, что все силы китайского общества были направлены на развитие государственной интересы, где ставятся выше выгоды олигархов и чиновников. Для нашей страны три последних десятилетия стали временем упущенных возможностей. Черная дыра лихих девяностых едва не привела к уничтожению России как суверенного государства. Когда-то многие наши наивные сограждане связали надежду на возрождение отечеству ходом Ельцина. Однако выбраться из протоптанной им грязной и вороватой колеи так и не удалось. Его дело живет и поныне, оно не только воплотилось в строительство баснословно дорогого Ельцин-центра, к несчастью сохраняется и сам социально-экономический курс разрушения и дальнейшей деградации. В нулевые годы золотой дождь нефтедолларов позволил на время сгладить остроту экономических проблем и снизить накал социальной напряженности. Но доходы от продажи углеводородов не пошли на модернизацию и долгосрочные инвестиции производства, не обеспечили научно-технического рывка. Львиная доля прибыли осела в карманах олигархата. На нее строились дворцы, а не заводы, покупались яхты, а не станки. Ублажалась челядь, а не учились талантливые молодые люди. И даже то, что доходило до казны, расходовалось крайне неэффективно. Либеральный блок правительства поставил крест на планах диверсификации экономики и еще глубже посадил ее на нефтегазовую иглу. Ну а думались ли наши американизированные министры сегодня? Куда там? Они напоминают сразу нескольких гоголевских персонажей. Тут вам и хвостун, пустозвон, хлистаков и автор бесплодных проектов, манилов, и авантюрист Чичиков с его мертвыми душами, мелкает между ними берущий взятки борзыми щенками Ляпкин-Тяпкин, а ведь в руках этих Ляпкин-Тяпкин из правительства оказалась судьба всей страны. И каждый гражданин России сегодня это почувствовал. Падение цен на нефть и газ стало концом гайдаровской сказки о грядущем процветании России на рельсах капитализма. Прошлый год закончился резким снижением ВВП, сжатием промышленного производства, падением доходов населения. В нынешнем году положение не улучшается. Об этом открыто говорят дары в кабинете министров, привыкшим делать хорошую мину при плохой игре. Тот самый тупик сырьевой экономики, о котором КПРФ много лет предупреждало общество, стал реальностью. Проложение нынешнего курса шриата всеобщей трагедией и политическим кризисом. Дальнейшее ослабление России играет на руку глобалистам, которые спят и видят нашу страну раздавленной и разделенной. России, как воздух, необходим левоцентрический поворот, поворот к обновленному социализму. Успешный опыт правительства Примакова, Маслякова и Герасченко стучится во все двери. Все, что будет работать на перемены к лучшему, должно быть решительно и деятельно поддержано нашей партией и патриотическими силами. Нам предстоит энергично содействовать всем здоровым зернам политики, всем элементам экономического и культурного развития России. Наш долг настойчиво объединять силы созидания в единый государственно-патриотический фронт борьбы за интересы Родины, за права трудящихся. Наша задача отправить носителей либерального вируса, жуликов и казнокрадов на задворки общественного развития. В повестке дня смена социально-экономического курса и формирование правительства народного доверия. В чем же состоит сегодня главный вопрос партийно-политической работы? Он в том, чтобы наша созидательная программа вывода страны из кризиса овладела массами, чтобы она стала достоянием миллионов людей, получила их деятельную поддержку. Это программа десяти конкретных шагов, одобрена на Международном Орловском экономическом форуме и Всероссийском совете трудовых коллективов. Хочу еще раз напомнить, и мы обязаны эту программу донести до каждой семьи и каждого человека. Прежде всего, наши подходы гарантируют России экономический суверенитет. Для этого необходим государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Центральный банк не должен действовать как филиал Федеральной резервной системы США. Стране предстоит отвязаться от доллара, избавиться от давления ВТО. В России нужно вернуть 7 триллионов рублей, вложенных в американскую экономику, и пресечь увод российских предприятий в офшоры. Это первое. Вторая задача создания мощного государственного сектора в экономике. Одна только национализация минеральной серевой базы поднимет доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей. Второе. Национализация электроэнергетики, железных дорог, систем связи и ряда других отраслей не только поможет пополнить год бюджет, но и придаст планомерность и сбалансированность экономическому развитию страны. Третье. Россия нужна новой индустриализации на основе высоких технологий. Долю обрабатывающей промышленности в объеме ВВП необходимо поднять до 70-80%. Губительные реформы в сфере науки пора заменить активной поддержкой исследовательских работ отечественных ученых. Восстановление науки и образования призвано резко повысить человеческий капитал страны. Четвертое. Пристальное внимание требует сельское хозяйство. Ввоз половины потребляемого продовольствия – позорное для России явление. Не менее 10% расходной части федерального бюджета должно идти на развитие агропромышленного комплекса на поддержку не только крупных, но и коллективных, кооперированных и личных подсобных хозяйств. Пятое. Наступает время максимально активно использовать опыт народных предприятий. Свою эффективность продемонстрирую на практике. Об этом подробно пойдет речь ниже. Шестое. Для возрождения России требуется мобилизация кредитных ресурсов. На конец прошлого года золотовалютные резервы страны, средств ее резервного фонда и фонда национального благосостояния составляли 36 триллионов рублей. В два раза больше, чем нынешний бюджет. Серьезно расширит финансовые возможности государства борьба с утечкой капитала. Только за два последних года она провисила 200 миллиардов долларов. Все эти средства способны помочь развитию производства, социальной сферы, максимальной поддержке, творческой инициативе граждан. Седьмое. Цены на топливо, товары первой необходимости и лекарства должны регулировать государство. Простогодний рост цен и продукты питания на 20-25 процентов, а ряды вместе они удвоились, они абсолютно неприемлемы. Кроме того, пора вернуть, наконец, госмонополию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Это даст более трех триллионов рублей бюджет и защитит тысячи граждан от отравлений. Сорок тысяч человек отравили паленой водкой. Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Наличие НДС ведет к существенному удорожанию отечественной продукции, лишает ее конкурентоспособности. Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости больно бьют по малому бизнесу, сельскому хозяйству разоряют граждан. Этот разбой следует немедленно прекратить выпадающие доходы бюджета, компенсирует прогрессивный налог на доходы физических лиц. Треть национальной богатства России захвачены сегодня сотни толстосумов. Все, кто имеют сверхдоходы, если желают стабильности, просто обязаны раскошелиться. Недавно миллионеры и миллиардеры Нью-Йорка сами лично предложили поднять на них налог для того, чтобы помочь бедным. Это в богатой Америке. Девятое. Наш принцип заботы о стране – это забота о людях. Даже по официальной статистике число нищих в России уже достигло 20 миллионов человек. Каждый второй живет на 15 тысяч рублей в месяц и менее, а ведь они бесценились двое. Это тоже нищенское прозябание. Меры социальной поддержки нужно не сворачивать, а расширять. Мы говорим нет оптимизации здравоохранения. Настаиваем на принятии закона образований для всех и о детях войны. Требуем строительства социального жилья и отмены поборов за капремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% доходов семьи. Россия пора стать действительно социальным государством. Десятое. Нужно решительно изжить гнусности антисоветизма и русофобии. Посмотрите за последнее время, даже на государственном телевидении, три программы подряд идут. Не поймешь, то ли это вечер с Соловьевым, то ли вечер с Жириновским. Это омерзительная ложь, которая несется с госэкранов, оскорбляет всех отцов-победителей. Бессмертный полк и всех нас вместе взят. Мы обращаемся официально с руководством телеканалов не допускать таких вещей. Наш народ все активнее... Надо защитить культурно-нравственные основы общества, оградить нацию от пропаганды насилия и пошлости. Наш народ все активнее тянется к истинным ценностям. Именно поэтому он так дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в родную гаваль. Поддерживает антибандеровскую борьбу Донецка и Луганска. Уверенно встает в ряды бессмертного полка, поднимает на щит великие советские ценности и опыт. Данный народный порыв требует всемирной поддержки. И КПРФ это сделает. Наша партия убеждена, важным подспорьем в деле спасения страны могут и должны стать народные предприятия. К тем из них, что существует именно в такой организационно-правовой форме, мы добавляем как производственные кооперативы, так и ряд других предприятий со схожими подходами в организации труда и жизнедеятельности коллектива. Чаще всего это достигается благодаря их руководителям, управленцам советского типа. Такие люди не только глубоко мыслят, они наделены чувством сострадания и горячо болеют за судьбу страну. Около полусотни таких руководителей приглашены участвовать в нашем пленуме. Давайте еще раз их поприветствуем и поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажем прямо, народные предприятия сегодня лишь отдельные островки в российской экономике. Но это островки развития и стабильности на фоне шторма. Даже в условиях кризиса и санкционного давления они демонстрируют поразительную устойчивость. Такие коллективы способны двигаться вперед, когда остальные сползают вниз. Секрет успеха заключен в природе подобных предприятий. Они имеют коренное отличие от объектов частного бизнеса. Цель частного собственника – максимальная прибыль любыми путями. У народного коллективного предприятия на первый план выходит человек труда и его интересы. Интересы всего коллектива. Здесь проявляют особую заботу и о детях, и о женщинах, и ветеранах. Коллективные предприятия не являются новинкой последних десятилетий. Мы непременно убедимся в этом, если обратимся к истории. Посмотрите, какой поучительный урок дает нам история. Их появление стало закономерным ответом на развитие капитализма с его родовыми чертами эксплуатации и растущим отчуждением человека от результата его труда. В капиталистическом обществе работник – это всего лишь винтик, используемый для излечения выгоды. Несмотря на изнурительный труд, он получает мизерную долю от созданного им продукта. Капиталист же становится полноплазным хозяином и этого продукта, и самого общества. Классовый антагонизм имеет конкретные следствия. Работник относится к своему труду как к принудительному процессу. Здесь нет свободного раскрытия духовных и физических качеств личности. Это подметили еще социалисты-утописты. «Каждый коммерсант – это корсар, живущий за счет грабежа», – писал Шарль Фурье. Он критиковал абсолютизацию коммерческой прибыли, несправедливое распределение благ и отсутствие в рабочем человеке увлечения своим трудом. Противовес этому Фурье разработал систему коммун, чьи работники трудятся вместе для взаимной выгоды. Схожей позицией занимал Роберт Ову. Будучи управляющим фабрики, он считал ненормальным положение, когда капиталисты купаются в роскоши, а рабочие живут в нищете. ООН пропагандировал кооперативы, состоящие из полноправных членов. Однако только марксизм открыл объективные закономерности капиталистического способа производства, он же выработал пути преодоления классового антагонизма и отчуждения. Кармарс в капитале подчеркивал, что централизация производства, и об исчислении труда достигают точки несовместимости с капитализмом. Кавычки открываются. Капиталистическое производство, пишет Марс, порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры, на основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом средствами производства. То есть возрастание долей общественной собственности – важная предпосылка социализма. При этом будет вульгарным упрощением считать, что построение социализма является простым и прямолинейным процессом. Этот трудный путь сопровождался как прорывами, так и отступлениями. Ленин не уставал критиковать самодовольных доктренеров, которые считают себя счастливыми обладателями совершенных чертежей нового общества. Ведя поиск путей социализму, его теоретики внимательно изучали опыт общин, артелей и кооперативов. В этой связи чрезвычайно интересны размышления Карла Маркса о русской общине. Он писал, что привычка крестьянина к артельным отношениям облегчает ему переход от парцелярного хозяйства к хозяйству кооперативному. Маркс подчеркивал, что обобщая общинные принципы хозяйственной, Россия способна миновать многие лишения, неминуемые, связанные с капитализмом. При этом была выражена убежденность, «Чтобы спасти общину и обеспечить ее свободное развитие, нужна русская революция». Эти слова оказались гениальным прозрением. Привычка к артельным отношениям сделала свое дело после завоевания власти большевиками. Общинная собственность на землю стала предтечей общественной собственности в условиях социалистического строительства. Созвучные Марксу мысли высказывались и в самой России. Николай Черносевский считал, что рабочие могут освободиться от эксплуатации, только если сами станут хозяевами производства, соединят функции собственника и работника. Он утверждал, что несомненные преимущества России – общинное землевладение и артельные принципы организации труда. Его поддерживал Дмитрий Менделеев, гениальный ученый, заявлявший, легче совершить все крупные улучшения, исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого индивидуализма к началу общественному. Артельно-кооперативный способ преодоления капитализма великий ученый считал наиболее эффективным для России. Ненавидя на живую эксплуатацию, Менделеев выдвигал собственный идеал народного предприятия. Ими должны стать заводы и фабрики, основанные на складочных капиталах, поступивших от самих же работников и потребителей. Развитие народных предприятий, основанных на операции – важнейший элемент борьбы за социализм, за торжество общественной собственности. В сентябре 2017 года Ленин пишет поистине гениальную работу, грозящую катастрофой, как с ней бороться. В ней он высказал средовечайно важную мысль, требовать социалистических мер можно и нужно, даже в рамках буржуазного общества. Лидер большевиков настаивает на необходимости добиваться от временного правительства государственного контроля над банками, национализации синдикатов и ряда других шагов. Этот ленинский подход для нас исключительно актуален. Действие в условиях капитализма КПРФ не может ограничивать свои требования мерами улучшения буржуазного общества. Поступая так, мы скатились бы на позиции эсеров и меньшевиков, или что еще хуже, на уровень лжесоциалистов вроде справедливой России. Вот почему мы требуем государственного контроля над Центробанком и национализации минеральной сырьевой базы страны и ряда отраслей. Такие меры еще укладываются в систему буржуазных отношений, но они позволяют России перейти госкапитализму, а значит продвигают нас к социализму. Настойчивость КПРФ в осуществлении своих программных установок уже дала определенный результат. Активность нашей фракции в Госдуме позволила принять законы о промышленной политике, о стратегическом планировании, об оборонном заказе и ряд других. Блоку важнейших требований мы относим вопросы поддержки народных предприятий. Да, в ответ наша партия рискует получить упреки уличенности идеями малых дел и в стремлении улучшить российский капитализм. Но эта критика неверна. Чтобы увидеть это, достаточно познакомиться с нашими программными документами. Мы вовсе не пытаемся вычислить, какая доля народных предприятий в экономике страны обеспечит переход к социализму. 50 или, допустим, 75%. Такие рассуждения, разумеется, дело пустое и ненадежное. Переход к социализму требует решения целого ряда принципиальных вопросов и, прежде всего, вопроса о власти. В деле поддержки народных предприятий мы четко различаем задачи дня сегодняшнего и дня завтрашнего. Завтра эти предприятия станут одной из основ социалистического производства. Буржуазно-олигартическим сегодня они выступают ее зародышем. Очень важно, что в них сохраняются трудовые коллективы, рожденные практикой советской власти и социальные гарантии, которыми гордятся трудящиеся этих коллективов. Социализм невозможен без воспитания способных к самоуправлению граждан широким кругозором и глубоким пониманием общественных интересов. Благоприятные условия для формирования этих качеств создаются именно на народных предприятиях. Они служат важной опорой КПРФ в деле внесения социалистического сознания в массы. Давайте на этом направлении все дружно прибавим. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, почти 100 лет назад в октябре 1917 года мир вступил в переходный период от капитализма к социализму. За это время цепь капитализма не раз сорвалась под мощным натальском рабочего класса и союзникам в рамках переходного периода развивают сегодня Китай, Вьетнам, Кубок, НДР, Лаос. Политическая власть при этом находится в руках коммунистических партий. Эффективность коллективных предприятий и разной формы кооперации доказала практика саталитического строительства в нашей стране. В период преодоления последствий гражданской войны и перехода к НЕПУ кооперативы производили львиную долю потребительских товаров. Слушайте, к 40-му году кооперативная торговля уже обеспечила около 60% товароабората в СССР. Существовал мощный негосударственный сектор экономики и представлен он был не только колхозами. К 53-му году в стране действовали 114 тысяч артелей промкооперативу и мастерских. Число в них занятых достигало 2 миллионов человек. Артели и кооперативы занимали важную нишу в целом ряде отраслей от пищевой промышленности до металлообработки. На их долю приходилось 40% производившейся в СССР мебели, более трети трикотажа, почти все детские игрушки. В годы Великой Отечественной войны артели выпускали даже вооружение. В негосударственном секторе были сосредоточены около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лабораторий и два научно-исследовательских институтов. Вопреки антисоветской пропаганде, после революции власть не препятствовала частной инициативе, а оказывала артельно-кооперативному движению всемерную поддержку. В 1941 году Совнарком и ЦК специальным постановлением закрепили обязательную выборность руководства промкооператива на всех уровнях, их оградили от бюрократического вмешательства и освободили от большинства налогов. В послевоенные годы поддержка оперативного движения была продолжена. Сталин призывал крайне осторожно подходить к негосударственному сектору. В своей работе экономические проблемы социализма в СССР он подчеркивал, что по мере движения коммунизм товарное обращение уступит место продукта обмена, а колхозная и кооперативная собственность общенародная. Вместе с тем Сталин подчеркивал, в настоящее время эти явления с успехом используются нами для развития социалистического хозяйства, и они приносят нашему обществу несомненную пользу. Принципиально важно то, что негосударственный сектор в Советском Союзе базировался не на спекулятивно-растовчических принципах капиталистического рынка, он строился на производственных и трудовых принципах. В этом смысле он был помощником в строительстве справедливого общества. В целом, в 50-е годы советский социализм уже обладал благоприятными условиями для всемирного развития коллективного сектора. Однако Хрущев стал действовать в обратном направлении. Артели и промкооперативы стали ликвидировать, колхозы превращали в совхозы, одновременно резко уменьшили площадь приусадебных участков, здравый смысл приносился в жертву волонтаристским экспериментам. А ведь коллективные предприятия могли стать серьезным подспорьем в деле совершенствования общественного строя. Они были способны обеспечить широкий доступ своих работников к управлению собственностью. Это помогало бы все эффективнее включать трудящиеся в управление экономикой и общественной жизнью. Кооперативные предприятия были исключительно полезны или ускорено внедрение научно-технических достижений производства, однако в оценке задач и потребностей саталитических строительством были допущены серьезные ошибки и перекос. Тем не менее, развитие кооперативных форм хозяйства при Сталине сформировало ценнейший исторический опыт. Крайне поучительной и наработкой потребительской операции в СССР в десятках стран мира действуют сегодня народные предприятия, продолжающие практику артелей и промкооперации в Советском Союзе. Обратите внимание, тогда, когда Хрущев свертывал эту форму, с 1974 года по 1994, за 20 лет, Конгресс США принял 25 законов, стимулирующих процесс превращения работников в собственников акционерного капитала. Порядка 14 миллионов человек трудят сегодня в американских компаниях, работники которых совместно владеют контрольными пакетами акций. Разумеется, эта практика внедрялась на условиях крупного капитала и его интереса. Не зря бывший президент Шарейган назвал это лучшим ответом Карлу Марксу. Но не стоит забывать, элементы социализации жизни в США прямо диктовались необходимостью выдержать конкуренцию с Советским Союзом. В Испании вот уже нескольких десятилетий существует корпорация «Мандрагон» – седьмая по величине бизнес-группа в стране. У нее более 200 подразделений, количество работников превышает 70 тысяч, номенклатуры выпускаемой продукции от собственных автобусов и бытовой техники до станков автоматических линий для заводов «Форт» и «Рено». У корпорации сотни магазинов по всей Испании, собственный университет и 15 центров профессионально-технической подготовки. Но теперь о главном. 85% рабочих этой компании являются ее совладельцы. На их долю приходится половина уставного капитала. Значительную часть подразделений корпораций составляют кооперативы. Решения в них принимаются по принципу «один человек – один голос». Помимо зарплаты среди работников распределяют часть прибыли, получают они и дополнительную пенсию помимо государственной. 10% прибыли корпорации инвестируют в социальные проекты, например, создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями. На схожей основе строят свою работу целый ряд других иностранных компаний. Например, знаменитый финский концерн «Валево» объединяет 22 молочных кооператива. В них трудится 11 тысяч фермеров. Продукции спортируют 40 стран мира. Годовой оборот компании достиг 2 миллиардов евро. В Бельгии врачи многопрофильной клиники Эдит Ковель создали народные предприятия, выкупив акцию государства. В лечебном заведении работает уже более 700 человек. Клиника известна на всю планету. В ней трудятся 4 нобелевских лауреата. Для создания подобных компаний под эгидой Евросоюза создана Федерация работников-собственников. Она объединяет национальные ассоциации и союзы более 5 стран. Члены ЕС рекомендовано развивать программу участия работников в управлении производством и распределении результатов труда. Германии и Франции приняты законы о правовом регулировании акционерных обществ, используя принцип совместных решений. Подобные законы действуют в Великобритании, Дании, Испании, Италии, Швеции и ряд других стран. Народные предприятия и самоуправляемые кооперативы играют важную роль в экономике и в Латинской Америке, например, Аргентины. На волне острого экономического кризиса в стране в начале 2000-х годов крупный бизнес стал активно выводить капиталы за рубеж. В ответ на это рабочие стали брать производство в свои руки. Кооперативами стали керамический завод «Занон», швейная фрабрика «Мукман», четырехзвездный отель и целый ряд других. В Китае в 1992 году принят закон о коллективных предприятиях в городе и на селе. Спустя уже три года доля коллективного сектора валовой продукции КНР превысило 40%. Стоит отметить, что коллективные формы труда находятся в центре внимания науки. В 2009 году Нобелевскую премию по экономике присуждили американке Леонор Остром. Ее работа посвящена управлению общей стоимостью, не принадлежащей частному или хозяйству, или государству. Многолетнее исследование в развитых странах Остром доказало, что самоуправляемые сообщества, включая трудовые коллективы, могут эффективно управлять коллективной собственностью, и они способны это делать, не прибегая к рыночным схемам. Это, в частности, позволяет сохранить экологический баланс. Увы, дальновидные решения Нобелевского комитета и лучший мировой опыт не привлекли внимания нынешней власти России. Поразительно! Семь фильмов мы подготовили, передали в правительство, чтобы они показали, как работают народные предприятия Грудинина, Казанкова и Богачева, как работают народные предприятия Братской Белоруссии, как обеспечен был прорыв в условиях китайских реформ. Уникальные фильмы, потрясающие! По 25-30 минут включите в удобное время, по 3 часа толдычат, а чем угодно, гонят психопатию на всю страну, вместо того, чтобы показать уникальный опыт, который просто стучится в стены и позволяет вывести страну из тяжелейшего кризиса. Итак, товарищи, мы хотели вам показать, что развитие коллективно-кооперативной собственности важнейшие тенденции современного мира. Она была во многом реализована в нашей великой советской стране. Многие тысячи предприятий в мире находятся в совместной собственности работников. Эти люди участвуют в управлении предприятием, распоряжении капиталами, контроле над расходами. В России 90-х возобладала иная тенденция. Хайдаровская, Чубайсовская команда ломала советский народно-хозяйственный комплекс и раздавала куски общенародной собственности избранной кучки будущих олигархов. Проводя тотальную приватизацию, власть и слышать не хотела коллективных предприятий. Не интересовал ее ни опыт родной страны, ни практика десятков государств мира. В преступном омуте сгинули не только тысячи предприятий, но и целые отрасли экономики. Миллионы людей остались без работы, а страна оказалась у разбитого корыта. Не случайно недавно даже Михалков, талантливый режиссер и художник, потребовал осудить эпоху Ельцина и Гайдара. Хотя мы ее давно осудили в Думе, когда вносили импичмент Ельцину. Не хватило тогда 16 голосов, чтобы он состоялся. Жириновский и Явленский спасли Ельцина от политического суда. Только в 1998 году по инициативе КПРФ был принят федеральный закон об особенности правового положения акционерных обществ, наработников, то есть народных предприятий. Согласно закону, более 70% уставного капитала народного предприятия должны принадлежать ее работникам. Концентрация акций в руках узкого круга сотрудников исключена. Один работник не может владеть количеством акций, номинальная стоимость которых превышает 5% уставного капитала. Решение принимается в общем собрании акционеров по принципу «один акционер, один голос». Это обеспечивает демократизм, управление предприятием. Размер оплаты труда генерального директора строго ограничен и привязан к среднему окладу работников. Хочешь получать больше, работайте все эффективно, поднимай среднюю зарплату, и ты будешь получать больше. При увольнении работник акционер обязан продать свои акции предприятию, а оно обязано их выкупить. Этот закон стал глотком чистого воздуха в затклой атмосфере ультрарыночной стихии. В стране появились народные предприятия, которые уверенно соединяют экономическую эффективность с социальной ответственностью. В отличие от своих зарубежных аналогов, они не получают помощи от государства, но чувствуют себя много лучше иных объектов частного бизнеса. Никаких чудес в этом нет. Владеют народным предприятиями отнюдь не олигархи, которые лишь вытрясают барыши и выводят деньги в офшоры. Истинный хозяин здесь трудовой коллектив. И в руках находится управление, владение и распоряжение собственностью. Работник народного предприятия одновременно является производителем и акционером. Он совладелец трудовой, а не спекулятивной собственности. Участвуя в управлении и принятии решений, он несет солидарную ответственность за производственные результаты. Такой баланс прав и обязанностей – одно из важнейших преимуществ в конкурентной борьбе. Практика деятельности народных предприятий приводит к общему знаменателю интересу управленцев, инженерно-технического персонала и простых рабочих. Каждый из них видит, что доходы не тратятся на замки и майбахи для избранных, а инвестируют все производством и в социальную сферу. Вопреки здравому смыслу по-капиталистически, народные предприятия возводят и содержат столовые, школы, детские сады, здравпункты, базы отдыха. Некоторые из них строят жилье для работников. Многие ли частные предприятия могут похвастаться этим? Эффективно работает комбинат «Знамя» в Свердловской области. Народное предприятие выпускает полный ассортимент асбетно-цементной продукции. Оно является крупнейшим производителем труб, кровлей и фасадов на Урале и в Сибири. Не проходит года, чтобы завод не получал очередную международную награду – приз «Новое тысячелетие» за достижение в строительной сфере привезен из Мадрида. Премия «Лидер экономического развития» и почетное звание «Лидер отрасли» получили здесь, у нас, на родине. Давайте поздравим и поблагодарим. Это одно из лучших предприятий на Урале. Крупнейшее народное предприятие России «Наберно-Челнинский» – картонно-бумарный комбинат имени Титова. Коллектив сохранил свой завод и добился несомненных успехов. Сегодня он ходит в десятку крупнейших целлоднобумарных предприятий страны. Для «Наберно-Челнов» это второе по значению бюжетообразующее предприятие. 100% акции принадлежат работникам. Они – совладельцы комбината, и каждый понимает, что его благосостояние напрямую зависит от результатов, достигнутых моим лично и всем коллективом. Широко известен агрохолдинг Звениговский в республике Мариел. Его основатель – наш товарищ Иван Иванович Казанков. Хозяйство производит 30 тысяч тонн мяса и мясной продукции в год. В этом хозяйстве 190 тысяч голов свиней, 8 тысяч голов крупного рогатого скота, свой мясокомбинат, компикорный завод, своя транспортная сеть, своих 400 с лишним магазинов. Средняя зарплата у 1300 работников – 38 тысяч рублей. Каждый работник в месяц может купить 9 килограмм отборных мясопродуктов по цене 1 руб. килограмм. Это лучший показатель среди всех хозяй. Поблагодарим Ивана Ивановича за его прекрасную работу. Оборот предприятия в прошлом году превысил 11 миллиардов рублей, как крупнейший оборонный завод. Кстати, пять раз рейдерские набеги были. Две тысячи человек мне пришлось туда возить, чтобы отбить это предприятие от рейдеров, у которых была главной крышей губернаторская власть, которая там находится. Островком социализма называют завод совхозами Ленина Подмосковья. На постоянной основе здесь трудится более 300 человек. Средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей. Действует полный набор социальных благ. Это предприятие в голове с Павлом Николаевичем Брудиным лидирует в садоводстве, выращивание земляники. Его продукции многоуставят наград на международных конкурсах. Посмотрите на этого красивого мужчину, которого знают уже все страны. Снимали с выборов только за то, что привержен народному предприятию и служит народу. В Ставропольском крае успешно развивается колхоз Терновский, руководитель ветеран нашей партии Иван Андреевич Богачев. Колхоз устойчиво демонстрирует прекрасные показатели. Ее работники обеспечены стабильным доходом. Частные земельные паи по настоянию Богачева скупаются в пользу колхоза, формируя неделимый фонд хозяйства для будущих поколений. Труженик, талантливый человек. Пожелаем Ивану Андреевичу успехов и здоровья. Гордостью при Ангаре в советское время был Усольский свинокомплекс, крупнейший в Восточной Сибири. Во времена повальной парализации ее не разделили на акции или паи. Согласие коллективов, основные производства остались в общей неделимой собственности. Зарплаты директора и средств специалистов зависит от средней зарплаты рабочих. Сегодня в Усолье выращивают 170 тысяч голов свиней. Более 90% продукции кооператив реализуют через собственную торговую сеть. Ассортимент порядка 120 наименований. Бессмертным руководителем и бессменным руководителем предприятия является член Бюро Иркутского обкома КПРФ Илья Алексеевич Сумароков. Великолепное предприятие. Конечно, народные предприятия различаются и по объему, и по характеру, и упускаем продукции. У каждого из них есть свои достижения и свои проблемы. Вместе с тем мы имеем возможность выделить общие для них характерные черты. Слушайте снимать. Первое. Это экономическая эффективность. Показатели народных предприятий, как правило, выше средних по отрасли. Это касается объема производства, реализации продуктов, рентабельности и среднемесячной зарплаты. За последние 10 лет народные предприятия увеличили объемы производства в среднем в 4-5 раз. В 4-5 раз. Вторая черта. Главным источником финансирования народных предприятий является средство акционеров. Менее третий их финансовых потребностей приходится на внешние источники. На ряде предприятий развитие осуществляется полностью за счет собственных средств, что способствует росту чистых активов, сокращению убытков, повышению рентабельности. Третья родовая черта этих предприятий – целенаправленное инвестирование в развитие производства. Не воруют, не вывозят, а развивают производство. Это у нас все остается. До половины прибыли по решению трудовых коллективов идет на обновление основных фондов и технологическую модернизацию. Не болтовню о модернизации, а реально занимаются эти. Почти 60% чистой прибыли направляется на обновление оборудования Наберно-Чельнинский картонно-бумарный комбинат. Ему удалось отказаться от покупных материалов и полностью перейти на собственные сырья при производстве гофроящих. Специальная установка для получения цемента запущена на заводе «Знамя». Теперь народные предприятия самостоятельно выпускают цемент прекрасного качества, причем обходится он на 30% дешевле покупного. Регулярно реконструирует и перевожает производство «Усольский синокомплекс». Ежегодно на эти цели расходуют около 300 миллионов рублей. Какие вложения в развитие? Четвертая черта народных предприятий – повышенная социальная ответственность. Конечно, они также стремятся к рентабельности. Однако здесь максимализация прибыли не превращается в фетих. Этим предприятиям не свойственно сбрасывать в себя социальные обязательства. На нужды людей они направляют не менее третьей своей прибыли. К тому же обязательный выкуп акций у работников, уходящих на пенсию, помогает людям преклонного возраста поправить здоровье, сделать необходимые покупки, помочь детям и внукам. Короче говоря, заботится о всех членах коллектива, в том числе тех, которые там работали ранее. Особое внимание социальным проектам уделяется уходе имени Ленина. Он находится рядом с кольцевой дорогой, рядом с Москвой. Там за сотку давали по 50 тысяч баксов, лишь бы продали и убежали оттуда. Никто не поддался. Его специалисты обеспечены жильем. В Вене строили несколько прекрасных многоквартирных домов. В образовательных учреждениях бесплатно горячее питание и кружки творчества. Несколько лет назад построено в лучшей стране детский сад – замок детства. В настоящее время возводится бассейн, строится потрясающая школа с классическим русским советским оборудованием и с самым современным оборудованием. Мы ее введем в этом году, 15 августа. Павел Николаевич сам сторонник этого. Еще раз поблагодарим этот коллектив. Пятая черта народного предприятия – это преодоление отчуждения свойственного капитализма. Капитализм выжимает из работника физические и нравственные соки, превращает его в молчаливый предаток машины. Народные предприятия разрывают этот порочный круг. Они поощряют сотрудникам совершенствовать производство. Здесь стабильно проявляются рационализации предложения, защищенные патентами и авторскими свидетельствами. Чаще всего они касаются энергообеспечения, экономии сырья и материалов, механизации ручного труда, разработки и внедрения новых видов продукции. Только за прошлые два года работники набережной Чельниц комбината подали около двух сотен различных предложений. Их реализация принесла эффект в 11 миллионов рублей. При этом авторы предложений награждены отмеченные, в том числе, кто быстро их внедрил в производство. Соединение в одном лице работника, хозяина и управленца дает прекрасный эффект. Укрепляет коллективистские ценности. Это помогает преодолевать индивидуализм и ту жажду наживы, что так разъедает российское общество. Коллективные предприятия – надежные охранители лучших черт и традиций наших народов. Их можно и нужно рассматривать, как для новой солидарной экономики. Только с нею Россия сможет выстоять и возродиться. Уважаемые участники Пленума, опыт народных предприятий чрезвычайно поучителен. Но на пути развития коллективного сектора производства возведено множество преград и барьеров. Для их преодоления требуются специальные совместные усилия. Нужно хорошо помнить, все хозяйственные субъекты встроены в ткань российской экономики. Они прямо зависят от таких факторов, как состояние законодательной базы, налоговая система, принципы кредитования, уровень инфляции и курс рубля. Все это сказывается на них не меньше, чем на жизни промышленных гигантов или отдельных фермеров. Им тоже приходится сталкиваться с коррупцией и криминалом, с попытками рейдерских захватов. Защищаться от бандитских налетов приходилось и Казанкову, и Грудинину, и Богачеву. Все, что работает, готовы захватить. И обязательно находится крыша. Иногда в погонах, иногда в губернаторских чинах. КПРФ настойчиво борется за интересы коллективного сектора российской экономики. С 90-х годов наша фракция в Государственной Думе последовательно работает над тем, чтобы подвести под его деятельность прочную законодательную основу. Вместе с правительством Примаково-Масляково-Герасченко мы активно способствовали появлению и развитию народных предприятий. Помимо профильных законов о них мы добились принятия законов о сельскохозяйственной кооперации и о производственных кооперативах. КПРФ остается единственной политической силой, активно распространяющей опыт народных предприятий. Партия постоянно ставит эти вопросы в Государственной Думе и на заседаниях Государственных Советов в работе научных и экспертных организаций. Порой приходится грудью вставать на защиту этих предприятий от произвола, отражать их, ограждать их от действий откровенных уголовников. Выделю важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются народные предприятия и пути решения, которые предлагает наша партия. Первое. Совершенствование законодательной базы. Эту работу нужно провести тщательно, но оперативно, времени терпеть. Напомню, что единственную закону народных предприятий уже почти 20 лет. С той поры воды утекло много. Немало изменений произошли в экономике. За этот период Государственная Дума приняла более 4 тысяч законов. Порядка 80% из них вносят изменения и дополнения уже действующие законы. Но закон о народных предприятиях словно забыт, а поправки в него давно напрашиваются. Они подготовлены вместе с руководителями и в ближайшее время будут нести. Необходимость государственной поддержки. Власть должна, наконец, повернуться к лицам к народным предприятиям. Перестать игнорировать накопленный уникальный наш и международный опыт. Настало время разработать и осуществить федеральную целевую программу развития коллективных хозяйств в стране. Аналогичные программы должны появиться в регионах России. Регионы, заинтересованные и обеседованные о тему с многими губернаторами. Чтобы дать стимул этим процессам, предлагаем провести специальное заседание Государственного совета с участием президента. Мы внесем все необходимые документы и предложения. Особо следует поддержать коллективное хозяйство на селе. Здесь пока средства бюджетной поддержки доходят только до крупных агрохондингов. Защита народных предприятий. Административное давление в их отношении иногда усиливается. Предпринимаются попытки недружественного поглощения народных предприятий, их преобразования в коммерческие структуры другой формы собственности. В феврале этого года предпринята попытка рейдерского захвата народного предприятия из Малковского элеватора в Липецкой области. Подобные явления нужно пресекать абсолютно на корню. Активно пропагандировать накопленный опыт. Четвертый. КПРФ не устает, не могу вас заверить, не устанет заниматься этой важной работой. Опыту народных предприятий, конкретным результатам их деятельности мы уделяем очень большое внимание. Информация об этом регулярно публикуется в газете «Правда» и «Советская Россия». В наших региональных газетах, а их сейчас более двухсот, размещена на партийных сайтах в интернет-ресурсах. Интересные и поучительные репортажи готовит телеканал «Красная линия». Вы сегодня видели, наш телеканал стал уже общероссийским. Давайте поблагодарим, вот они здесь снимают. Ребята, пожелаем успехов, пожелаем команде «Новика» и «Миллера» справиться с этими задачами. Фильм под названием «Народное знамя» рассказывает об асбекционном комбинате Свердловской области. Репортаж «Бумарный солдат» посвящен работе картонно-бумарного комбината в наберных селнах. Интересный же фильм. Они яркий пример того, как можно работать даже в нынешних условиях очень эффективно. Советую посмотреть. Эти фильмы продолжили целую линейку документалистики о работе народных предприятий в России и Белоруссии. В их числе родной землехранители, белорусское село, формулах Грудинина, поднимай, как Иван Казанков Европу покорил и ряд других. По инициативе КПРФ проблемы народных предприятий регулярно обсуждаются на конференциях, семинарах, круглых столах. В этом отношении очень большую работу провел Кашин Владимир Иванович. В ноябре прошлого года в Торгово-промышленной палате мы активно участвовали в форуме «Народные предприятия развития коллективных форм хозяйствения». В Дорохе наш секретарь организовал это обсуждение, куда приехали практически все регионы. Было признано, что ставка на развитие коллективных хозяйств может стать эффективным элементом антикризисного плана правительства. Но пока что мы видим полное неприятие этой логики шуваловыми, дворковичами, уликаниями и им подобным. Погрязшие в трясине ультрарыночных дог, прогнозах, дурилках, куплей и продажей всего и вся, они желают признать перспективность развития народных предприятий и все дальше загоняют страну в тупик. Порочность их подходов все острее ставит вопрос о замене бесплодных министров профессионалами, государственниками, понимающими, что для России благо, а что зло. Уверяю вас, народ свое скажет слово на предстоящих выборах. Позиции власти мы должны противостоять широкую научно-исследовательскую, законотворческую и пропагандистскую деятельность в интересах развития народных предприятий. Подходить к этому следует максимально широко. Популяризацию успехов коллективного сектора экономики нужно сочетать с прославлением честного труда как основа развития здорового общества. В свое время Чехов писал, без труда не может быть чистой и радостной жизни. К сожалению, в криминально-буржуазной России этот подход забыт. На экранах телевизоров можно увидеть кого угодно, бандитов, колдунов-экстрасенсов, звезд шоу-бизнеса, но только нерабочего и крестьянина, достойного учителя, врача, инженера или ученого. Миллионы людей стоят у станков и трудятся в поле, но их игнорируют так, словно они не существуют. Телезрителям упорно предлагается 821-я серия про богатых, которую плачут, и 1205-я про ментовские войны и разбитые фонари. Это недобрая тенденция, разлагающая действия на все общество. Ситуация абсолютно неприемлема, и согласиться с ней мы категорически не можем. Чтобы выбраться из кризиса, должно быть патриотичное народное телевидение, которое позволит людям собраться и победить так же, как победили в мае 1945-го. Сегодня мы уверенно говорим, КПРФ и народные предприятия крайне заинтересованы укреплением взаимных связей. Коллективным предприятиям нужна сильная левая партия для политической защиты и выражения их интересов. Партия, которая тщетливо понимает, что страна очень нуждается в укреплении действующих и создании новых народных предприятий. Мы хотели, чтобы наши губернаторы Левченко и Потомский, наш народный мэр Локоть и все, кто представляет нас в органах исполнительной власти, подали яркий пример содействия в развитии народных коллективных предприятий. Это серьезно помогло бы партии в борьбе за вывод страны из тяжелейшего кризиса, за переход России к стабильному и уверенному развитию. Давайте нашим руководителям пожелаем успехов в этой благородной и прекрасной работе. Уважаемые товарищи, время неумолимо движется вперед. Ход истории стал еще быстрее благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции. Мы с вами уже начали активную подготовку к столетию этого грандиозного события и к вековой годовщине создания Ленинского комсомола, к юбилею образования Союза СССР. И это не только наш долг перед отцами и дедами, перед историей выдающихся успехов советской страны, кроются ответы на многие вопросы современности. События лихих 90-х отбросили Россию далеко назад. Нашу страну выделили идти против законов времени, истории и природы. Ее заставили погрязнуть в криминальном болоте рыночных псевдореформ. Сегодня тысячи ученых и практиков по всему миру разрабатывают и внедряют принципы и методы мотивации труда. Их выводы закономерно совпали. Высшая мотивация человека – работа на себя, коллектив и общество, когда производящий продукцию является ее собственником. Исследуя этот опыт, мы должны помнить то, что для многих стало открытием последних десятилетий, гораздо раньше воплотила в жизнь наша страна. Советское государство продемонстрировало эффективность коллективных форм хозяйственных. Сегодня эту тенденцию успешно продолжают народные предприятия. Даже в условиях господства компрадорского капитала они убедительно доказывают свою эффективность и свою правоту. Хочу напомнить прекрасные строки Некрасова, воля и труд человека дивные дивы творят. Именно это целиком и полностью подтверждают народные предприятия. Еще раз хочу напомнить, их достоянием стали участие работников управления, финансовая прозрачность, мотивация к производительному и творческому труду, достойная заработная плата, забота о сотрудниках и их семьях, высокая социальная ответственность в целом. Все это свидетельствует пользу самого широкого внедрения коллективных форм производства в хозяйственную практику страны. Впереди выборы в Государственную Думу. КПРФ идет к ним, предлагая реальный выход из социально-экономического кризиса. Наша предвыборная программа хорошо проработана. У нас нет сомнений в ее эффективности. Ее воплощение в жизнь позволит возродить разрушенное и приумножить лучшее, что есть у нас в стране и в мировой практике. Успех КПРФ будет означать рост экономического и научно-технического потенциала страны. На принципиально иной уровень поднимутся социальные гарантии. Человек труда закономерно превратится в хозяина своего отечества. И пусть никого не будет сомнения, реализация нашей программы сделает народные предприятия важнейшей частью крепкой конструкции Российского Государственного Дома, созидающего общество справедливости достоинства и прогресса. Задача вывода страны из кризиса полностью совпадает с целями возрождения социалистической Родины. Только такой наша страна будет способна отвечать на любые вызовы и угрозы. Только тогда она обретет полный суверенитет и безопасность, гарантирует достойные условия жизни своему народу. Именно в этом состоит наша общая миссия и наша великая ответственность. Так пусть же каждый из нас проникнется этой идеей в полной мере. Успехов нам всем на этой большой, многотрудной, но благородной работе. Пожелаем удачи каждому из нас и каждой организации.